Лучшие экономики мира сегодня ждут новостей из Петербурга. В северной столице второй день Международного экономического форума. На площадках самые авторитетные спикеры, начиная от крупного бизнеса и заканчивая министрами федерального уровня. Например, Мария Захарова начала этот день с делового завтрака. Роман Шмухамедов всё расскажет. Это уже традиция форума. Экономический блок правительства открывает деловую программу. Глава ЦБ говорит о разгоне инфляции. Её повышение началось с объективных факторов. Подорожали мировые цены на продукты, сырьё. Но сейчас это не временное явление, а тренд. Анализ компонентов показывает, что устойчивые факторы инфляции, которые не зависят от этих внешних цен, растут тоже повышенными темпами. Во-вторых, мы видим инфляционные ожидания, что нас всегда беспокоило. Инфляционные ожидания у нас находятся на четырёхлетнем максимуме. И находятся на повышенном уровне уже несколько месяцев. В будущем финансовой системы России глава ЦБ назвала цифровой рубль. Просто потребность в быстрых и выгодных платёжных системах будет только расти. Эксклюзивно для «Извести» Эльвира Набиулина ответила на вопрос, когда заработает отечественная цифровая валюта. Это будет зависеть от результатов тестирования. Это сложный проект. Будем двигаться поэтапно. Разные операции будем тестировать. И в зависимости от результатов тестирования и востребованности для людей, для бизнеса. В целом экономические прогнозы оптимистичны. И даже с учётом того, что спрос на нефть, например, может и не вернуться к уровням 2019 года. Экономика будущего связана с молодым поколением. Ведь форум – это не только про сегодняшний день, но и про завтра. На площадке отдельный блок посвящён активной молодёжи. Платформа «Россия – страна возможностей». Я несколько глав крупных компаний спрашивал, какие впечатления от встречи с ребятами. Знаете, что первое сказали? Несколько человек мне сказали. Мне никто не задал вопрос, какая будет заработная плата, если я пойду к вам в компанию. То есть вопрос заработной платы не является мотивирующим. Это не значит, что она должна быть плохой. Она, конечно, всё равно должна быть хорошей. Но это значит, что ребят мотивируют в первую очередь нематериальные вещи. Они задавали другой вопрос. Они задавали вопрос, что вы делаете и почему вы это делаете. Как это меняет мир. На форуме много социально ориентированных компаний, доходы которых уходят, в том числе на развитие инфраструктуры. Государственная лотерея – один из таких примеров. Отчисления компаний «Столото» измеряются миллиардными суммами. Государственные лотереи сегодня являются значимыми источниками финансирования государственного бюджета. И цель проведения государственных лотерей – это формирование как раз отчислений на социально значимые объекты и мероприятия, в том числе развитие физкультуры и спорта, спорт высших достижений. И вот по итогам 2020 года целевые отчисления от распространения лотерейных билетов под брендом «Столото» составили 2,4 миллиарда рублей. А общие накопительным итогом целевые отчисления составили уже около 30 миллиардов рублей. Как и на что правильнее всего тратить деньги – главная тема общения с гостями студии «Известий», которая работает на форуме. Очередной гость – губернатор Санкт-Петербурга. Нам нужны умные деньги, которые бы, а, первое, создавали технологичные рабочие места, развивали непосредственно наше производство, и, конечно, это были бы высокооплачиваемые рабочие места. Сегодня на форуме уже обсудили и демографию, и риски санкций для мировой экономики, и отношения России и Катара. Начался второй день с рабочего завтрака с официальным представителем российского МИДа Марии Захаровой. Говорили о СМИ и на агентах. Все издания, которые живут за счет финансирования из-за рубежа, обязаны с недавних пор говорить об этом своим читателям и слушателям, маркируя материалы. Закон – это зеркальный ответ США. И он гораздо либеральнее западных аналогов. В Америке, например, выпуски некоторых программ, созданных российскими СМИ, должны в течение двух суток загружаться на сайт Минюста. Плюс финансовая отчетность, вплоть до расходов на командировки. Мы приглашали сегодня принять участие представителей СМИ и на агентов, и мы делаем это регулярно на наших мероприятиях. И делаем не только мы, но наши коллеги из других российских ведомств. Экономический форум официально стартовал. Впереди еще три дня работы. Роман Шмухаметов, Антон Осокин. «Известия» специально для Пятого канала.